Детей больных муковисцидозом 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 Это небезопасно. Как-то вот так это будет выглядеть. Здесь в ряде случаев взяты средства роскоши. Мне кажется, на более доступном для чиновников уровне будет понятно, что никто свой лексус заправлять соляркой не будет. Хотя, по идее, изначально действующее, если так можно сказать, вещество у солярки и бензина одинаковая. Степень очистки разная. Кроме того, мы бы хотели посредством вот этих слайдов, подготовленных в рамках Катона, добиться привлечения внимания общественности к муковисцидозу, потому что о данном заболевании знают очень мало. И родители детей больных муковисцидозу хотели бы знать о том, что они есть, о тех проблемах, которые у них существуют, и о том, что родители таких детей против проведения экспериментов на их детях и будут добиваться разными законными способами получения надлежащего лекарственного обеспечения и медицинской помощи. Спасибо. У вас есть одна минута, подождите, не уходите. Инструкция это то, что будет закачано на сайт на базе Тильда. Любой из людей, заинтересованных в приобретении лекарственных препаратов, будь то сам больной муковисцидозом или его родственники, они здесь пошагово смогут получить информацию, куда им идти, с каким документом, какой пакет документов собрать. Эту инструкцию можно будет распечатать. У них есть графы, в которых можно отметить о том, собрал он данный пакет документов или ему что-то необходимо дополучить. И с учетом того, что у людей больных муковисцидозом очень загруженный день, потому что большое количество различных манипуляций им необходимо проводить, от ингаляции до принятия капельниц, у них просто нет возможности заниматься изучением юридических документов. Хотим попытаться облегчить ситуацию.